Роль в фильме «Поезд идет на восток» подарила этой актрисе всесоюзную славу. Лидия Драновская получала мешки писем со всех уголков страны. Казалось, после такого успеха перед ней открыты все двери. Но таких ярких больших ролей больше не было. Ранние годы родители будущей актрисы были педагогами. Семья несколько раз переезжала, пока не обосновалась в Московской области. Когда Лиде было 15 лет, она получила свою первую роль в кино. Это был крошечный эпизод в картине «Семиклассники» 1938. После этого режиссеры предложили девочке еще две эпизодические роли. С того момента Лидия решила связать свою судьбу с кинематографом. В жизни Лидия была застенчивой девушкой, но она с первой попытки поступила во ВГИК, преподаватели хвалили талантливую студентку. А после получения диплома девушке предложили главную роль в картине «Поезд идет на восток». 1947. В тяжелое послевоенное время почти не экранизировали романтические и романтические истории, поэтому этот фильм так понравился зрителям. Известно, что картину Сталин смотрел вместе с сыном Василием, который был очарован юной актрисой. Он в шутку пообещал, что женится на Лидии. Сталин отреагировал на это резко, что не укрылось от подчиненных. После этого на актеров стали смотреть с недоверием. Несмотря на то, что фильм очень полюбили зрители, режиссеры побаивались предлагать актрисе главные роли. Конечно, она продолжала работать, радовалась любым ролям, но прежнего успеха в тех условиях добиться не могла. Всего в фильмографии актриса 69 работ. Кроме того, она занималась озвучиванием фильмов. В 1999 году актрисе присвоили звание «Заслуженная артистка РФ», удивительно, но зарубежные кинематографисты, посмотрев фильм «Поезд идет на восток», заинтересовались игрой талантливой актрисы. Они решили узнать о ее творческой судьбе, и были поражены тем, что в России актрису мало кто знает. Лидия Драновская была скромным светлым человеком, она никогда не сетовала на судьбу, и оберегала свое настоящее счастье, семью. Личная жизнь с будущим мужем Агаси Бабаян Лидия познакомилась во время учебы во ВГИКе. Из-за восточной внешности он не смог добиться успехов на актерской Ниве, зато стал хорошим режиссером. У супругов родилась дочь Екатерина. Это была очень дружная, сплоченная семья. Супруги были верны не только друг другу, они ценили своих друзей. Например, с актрисой Любовью Соколовой Лидия Дмитриевна дружила всю жизнь. Когда Лидия Дмитриевна овдовела, она посвятила всю себя дочери. Других мужчин для нее не существовало. При этом она оставалась жизнерадостным человеком. Даже когда ее здоровье пошатнулось после перенесенного инсульта, она с оптимизмом смотрела в будущее, мечтала сыграть еще одну роль в кино. Актриса не стала в 2008 году. Ей было 85 лет. Последняя работа в кино в 1997 году на экраны вышел фильм «Вино из одуванчиков». Актриса сыграла миссис Бентли. И, по словам кинокритиков, она снова блистала.